Все, что вы сейчас увидите, произошло потому, что люди прислушались к Слову Божьему. Голос Бога освобождает вас от немощей, освобождает от болезней. Я буду призывать небеса, и Бог ответит. Затем я вернусь, чтобы помолиться. Давайте смотреть. Господь творит для нас неисчисляемые чудеса. С Богом люди преодолевают любые препятствия и испытывают благодаря Ему радость, открывая в своей жизни все то, чего они не видели до исцеления. Как давно уже вы не могли расчесать волосы? Уже очень много лет. Сколько? Уже очень много лет. Я могла поднять эту руку, только помогая другой рукой, доктор Суарес. Я состригала волосы, потому что не могла расчесаться. Эта рука? Двумя. До каких пор она поднималась? Я могла поднять только досюда. Вам приходилось помогать этой? Да. И только вот так, доктор Суарес. И теперь? Теперь я поднимаю. Иисус прекрасен, друзья мои. Слава Богу. Подметать, мыть полы, все дела по дому. Иногда не могла даже лежать на кровати. Это не было самовнушением, Эрин? У меня была грыжа межпозвоночного диска. Врач подтвердил это? Как давно? Мой врач сказал мне, что это неизлечимо. Как давно? Уже более пяти лет. Тогда сейчас сделайте все, чего не могли сделать. Посмотрите. Теперь у нее дома всегда будет чисто, друзья. Вся эта сторона была полностью парализована. А нога? И за ноги я даже не могла присесть. Не могла присесть на стул. Вы не могли даже сесть на стул? Нет, нет. Тогда попробуйте сейчас сесть на этот стул. Теперь я могу сесть. Посмотрите, как прекрасно, друзья. Слава Богу! Наш Бог поражает! И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими. И прославлял Бога Израилева. От Матфея, глава 15, стихи 30 и 31. Каким ухом вы не слышали? Вот этим. Я сняла аппарат. Вынули из него аппарат. Как давно вы используете аппарат? Четыре года. Четыре года. Если прикрыть это, вы не слышали без аппарата? Нет, не слышала. Тогда хорошо прикройте. Как ваше имя? Жоана. Вы замужем или одиноким? Замужем. Какой сегодня день недели? Сегодня пятница. Как вас зовут? Геомар. Геомар, что Бог сделал? Он исцелил мое зрение. Зрение? Да. Что было с этим глазом? Этим глазом я видела все размыто. Вы им плохо видели? Почти не видела. Если прикрыть этот, как вы видели? Я ничего не видела. Вы ничего не видели? Ничего. А теперь вы меня видите? Да. Возьмите меня рукой за нос, этой рукой. Как давно вы пользуетесь тростью? Больше десяти лет. Более десяти лет. А без нее? У меня артрит и артроз. Без нее вы не ходили? Не могла. Как же вы ходили? Покажите нам. Вот так. Подворачивая ногу. Подворачивали. Я падала. И это очень часто с вами происходило? Много раз. Много раз. Позвольте мне взять ее. Поставьте здесь. А вы теперь сделайте круг победителя во имя Иисуса. Наш Бог прекрасен, друзья. Вы были ассистентом в рентгеновском кабинете. Да, именно. От частых облучений вы заболели? Я был весь облучен. Пострадала ваша рука и не только? Да. И еще мне удалили коленный хрящ. Вам удалили коленный хрящ? Коленный хрящ и хрящ в лодыжке. И как же вы ходили до молитвы? Я ходил вот так. До каких пор вы поднимали раньше? На какую высоту? Только так. Только так. Теперь можете поднять выше. И теперь во имя Иисуса. Вы верите в Иисуса? Верю. Конечно верю. Тогда ходите теперь во имя Иисуса. Ходите. Ходите. Как прекрасно. Посмотрите, друзья, вернулась... К нему вернулась молодость, друзья. Все, что он говорил, это правда? Это правда. Он пострадал от облучения. Три раза он был госпитализирован. Мы даже думали, что он умрет. Теперь Иисус привел его в Дом Божий. Что Бог сделал для вас? Он исцелил меня от лабрентита. Тринадцать лет я не могла пошевелить рукой. Тринадцать? Тринадцать лет. Почему? Начиная с двухтысячного года. Что у вас случилось с этой рукой? Из-за работы у меня были многочисленные травмы на этой руке. Я поднимала ее только досюда. Лишь до сих пор? Только досюда. Теперь я могу поднять так, могу поднять вот так и так. Когда я вышла из дома сегодня, эта рука болела. И я решила, я пойду за своим благословением. Когда узнаете всемогущего, все возможно. Моя рука поднимается и опускается. Вот, посмотрите, посмотрите. Я даже могу играть на барабане. Я здорова, потому что Иисус исцелил меня. Я пришла за своим благословением и получила его. О, слава Богу! По имя Иисуса. Живите с этой верой. Живите с верой. И лабринтита больше нет. У меня больше ничего не болит, потому что Иисус... Раньше вы не могли этого сделать. Конечно, нет. Сколько раз я уже ударялась головой об стену из-за лабринтита. Теперь наклонитесь. Раньше вы не могли так ходить. Нет, пастор. Но теперь я могу. Посмотрите. Слава Богу! Я исцелена. Я даже не могла похлопать Иисусу, а теперь могу. Аллилуйя! О, слава Богу! Как прекрасно аплодировать Иисусу, который всегда творил, творит и будет творить чудеса в наших жизнях. Вы видели? Все это произошло, потому что эти люди просто-напросто прислушались. И сейчас это произойдет с вами. Та же сила, которая была со мной в тот день, сейчас во мне, а также и в вас. Склоните головы, закройте глаза. Давайте помолимся. Дорогой Бог, прикоснись к этому человеку, исцеляя, освобождая, благословляя. Я использую твою силу, чтобы освободить его. Во имя Господа Иисуса. Я прогоняю боль, проблемы, болезни. Уходите во имя Иисуса. Спасибо, Господь. И аминь.